здравствуйте дорогие друзья в этом видео мы решили рассказать вам о наиболее часто встречающихся поломках сканера и о том как можно устранить их самостоятельно конечно же не все что мы опишем вы скорее всего сможете самостоятельно сделать но в принципе процедуры довольно простые и как минимум понимая что произошло сможете правильно поставить техническое задание специалисту который будет вам помогать все неисправности мы выстроили в некоторый так сказать топ который позволит вам довольно быстро ориентироваться в нашем видео каждый сканер состоит из некоторого электронного модуля назовем его не знаю как там лектор состоит из механического модуля и состоит из некоторого программного обеспечения назовем его словом софт который обеспечивает взаимодействие между электронным и механическим модулями и некоторые рабочей станции рабочая станция на которые уходят информация с нашего сканера где она обрабатывается так вот по нашему опыту наибольшее количество ошибок в работе сканера связано первое с проблемами программного обеспечения и второе с проблемами механического модуля проще всего будет решить проблемы связанные с программного обеспечения как правило достаточно просто несколько раз перезагрузить устройство и перепрошить его чуть чуть сложнее исправить механические проблемы ну а электронную начинку к сожалению починить сложнее всего и не всегда получится это сделать без специального оборудования трехсканера это довольно надежное устройство если они используются так как их рассчитал производитель то есть их там не бросают об стену они не очень часто падают не тонут в аквариумах и не происходит с ними прочие недуги то эти устройства в принципе соответствует по надежности тому что заявлено в инструкциях теперь давайте в порядку рассмотрим все проблемы которые в принципе встречаются у пользователей и первая проблема которой мы поговорим это разбился корпус сканера конечно же проблема с повреждением корпуса это наиболее частая проблема с которой к нам обращаются наши клиенты как правило она связана с тем что сканер выскользнул оператора удавился бетонный пол или в принципе как-то оператор неправильно пользовался случаи бывают разные даже начиная от самых курьезных окончаясь самыми серьезными но надо отметить что механическое повреждение корпуса это самая безобидная и самая простая поломка с которой можно столкнуться если корпус не раскрошился в пыль что в принципе мало возможно а просто треснул или так развалился что от него остались какие-то части способные к обратному приклеиванию можно просто аккуратно раскрутить сканер корпус сканера обычно крепится на трех-четырех шурупах их достаточно просто выкрутить и аккуратно разобрать остатки вот это вот сканера не повреждая механическую часть которая внутри и не повреждая электронику после этого вы аккуратно подклеиваете корпус даете высунуть собирается обратно все следующая проблема с которой мы часто имеем дело это отсутствие взаимодействия между сканером и рабочей станцией ну очевидно что любой сканер подключается к рабочей станции тем или иным способом с использованием того или иного интерфейса про интерфейса мы уже рассказывали предыдущих видео вспомним какие не бывают это может быть комовский интерфейс может быть usb интерфейс то есть проводные интерфейсы может после пополам а может быть вай-фай или bluetooth если у нас с вами механический проводной интерфейс проблема часто бывает связано с тем что грызуны перегрызли провод или оператор катаясь до сюда на стуле перекатал провод и теперь сканер не подключается не работает есть у нас проблемы с беспроводным интерфейсом немножко сложнее нужно удостовериться что все основные части работают правильно для этого достаточно взять аналогичный сканер похожей модели или правильнее сказать такой же сканер подключить его к имеющейся базе и проверить работает он скажем с bluetooth базы которой она была или уже не работает если у нас с вами поломка это наблюдается и сам сканер работает правильно то присканируем и слышим характерный пик говорящий о том что сканер распознал наш объект если такого пика не происходит нужно смотреть внимательно то что творится со сканером потому что отсутствие сигнал об успешном распознавании как раз и говорят о том что проблема не в интерфейсе связи если же у нас сканер пикнул распознавание произошло а информация до рабочей станции не дошла то очевидно проблема в интерфейсе ну собственно если у нас механическое повреждение обычного кабеля мы просто кабель обрежем вырежем проблемный участок и заизолируем его заново а если у нас проблема в радиоинтерфейсе все немножко сложнее тогда 10 так как мы сказали чуть выше бывает такая неисправность что сканер светит вместо стандартной полоски точкой с чем это связано ну сканера как можно сказали падают подвергаются механическим воздействием и в принципе иногда очень серьезно из-за этого повреждаются сканеров как мы помним есть излучатель а есть отражатель давайте это еще раз нарисуем зеркало крепится к направляющим эти направляющие могут повредиться от удара сами то есть растрескаться надломиться или полностью развалиться или просто зеркало может этих направляющих с контрольных точек этих слететь я зеркала слетела есть два варианта можно приклеить его обратно клеем если она держалась на клее или можно просто примагнить очень часто направляющие снабжаются просто магнитным излучателем или постоянным магнитом который собственно держит зеркальце на месте здесь важный момент если у вас зеркальце на магнитике то можно поэкспертируйте свое положение если зеркало у вас держится на клеевом соединении то есть на неподвижном соединении здесь очень важно поставить зеркало именно так именно таком расстоянии к она была установлена производителем любая неточность приводит к тому что ваше оборудование перестанет правильно функционировать ремонт будет еще сложнее потому что оторвать зеркальца от направляющего с вашим, например, суперклеем, уже, вы сами понимаете, будет проблематично. Скорее всего, или зеркало сломается, или направляющий сломается. Дальше. Иногда излучатель сам бывает подвижный или не очень хорошо прикреплён. Он тоже бывает отваливается. В принципе, механическая неисправность довольно легко устраняется. Поскольку, если направляющая вот эта вот стоит на одной точке, то излучатель держится на нём как, ну, не знаю, скажем, ну, любая деталь на плате. Механическое повреждение сразу заметно и сразу довольно легко с помощью, там, паяльника или клея может быть устранено. Но, опять же, с сохранением правильной позиции. А если излучатель подвижный, тогда, в принципе, ситуация такая же, как с зеркалом. Можно немножко не так его поставить или немножко, там, неправильно закрепить клеем, и подвижность нарушится. Соответственно, сканер тоже перестанет работать. Поэтому, собственно, вот эта вот третья неисправность, она довольно частая, но и довольно сложная. Если в своих силах не уверены, лучше, наверное, к этому очень аккуратно подойти. Следующая проблема, на которую часто жалуются наши клиенты, это возникновение механических звуков, неприятных скрежетающих при работе со штрихсканером. Штрихсканер вроде сканирует, вроде пока ещё не сломан, но какие-то такие подозрительно неприятные звуки присутствуют. С чем это связано? Это связано примерно с тем же, что мы и рассказали в предыдущем пункте. Это значит, что вы где-то уронили сканер, или он сам по себе был изначально не очень качественный, какие-то части механических подвижных соединений надломились, или там превратились в крошку или пыль, попали в остатки подвижного механизма и издают неприятные звуки. Рано или поздно такой сканер выйдет из строя, если оперативно не почистить эти направляющие. Если всё сделать правильно, ещё и восстановить остатки каких-то механических частей, то такой сканер, в принципе, проработает ещё довольно долго. Конечно же, можно заменить всё это на новые детали. Новые детали купить довольно сложно. Остаётся или скупать старые поломанные сканеры и снимать их оттуда, или заказывать за огромные деньги из-за рубежа эти дополнительные детали. Как правило, если сканер стоит недорого, эта процедура практически бесполезна, и она себя не оправдывает. Следующая проблема, которая довольно часто встречается с нашим пользователем, это проблема при работе со штрихсканером в плохом освещении. С чем это связано? Ну, вспомним, что штрихсканер у нас имеет, помимо, собственно, излучателя, линзы и какого-то регистратора, устройство дополнительной подсветки базы штрих-кода. Вот, собственно, вот эти вот источники света, они иногда выходят из строя и начинают работать неполную силу. Их можно довольно легко заменить, но для этого потребуется минимальное знание, собственно, схемотехники и электротехники. Они довольно легко выпаиваются из платы и могут быть заменены на аналогичные детали. Процедура эта довольно сложная, поэтому, в принципе, если вы с этим столкнулись, лучше уже обращаться к специалистам и, собственно, самостоятельно туда не лезть. Нам очень часто жалуются, что штрихсканер иногда то работает, то не работает. Иногда мы включаем его, он идеальным образом считывает коды, не выдает ошибки, никаких проблем не происходит. А на следующий раз пользователь включает сканер, и в тех же самых условиях он отказывается работать. Выдаются ошибки сканирования, выдается сигнал о невозможности распознать код и прочее, прочее, прочее. Как правило, такая ошибка связана с двумя причинами. Это, опять-таки, электроника или это ошибка, связанная с механикой. Если это ошибка механическая, нужно аккуратно раскрутить сканер, проверить все соединения, проверить наличие каких-то артефактов, то есть там, может, какая-то деталь сгорела, это будет сразу заметно. Может быть, что-то отошло, какой-то провод, может, какая-то часть отпаялась, может быть, загрязнился какой-то соединительный шлейф. Соединительные шлейфы имеют свойство окисляции. Если сканер работает на относительно агрессивных условиях среды, то такое, в принципе, возможно. Как это почистить? Ну, про очистку шлейфа, в принципе, можно найти довольно много полезной информации. Мы расскажем про это кратко. Можно, собственно, рассоединить этот шлейф, достать аккуратным образом контакт, который там находится, протереть их ластиком, потом скинуть всю эту грязь кисточкой и попробовать включить шлейф обратно. Если эффект улучшился, то есть сканер, скажем, стал меньше провисать, меньше стал отказывать в работе, то, скорее всего, вы на правильном пути. Остается дочистить все, что у нас остается, и, в принципе, сканер, скорее всего, заработает, как работал раньше. Если же изменений нет, то, скорее всего, какая-то блуждающая ошибка, с которой мы имеем дело, связана с чем-то более глубоким. Следующая ошибка, с которой мы иногда встречаемся, это появление темного пятна в свете сканера. Ну, тут логически предположить, что темное пятно появляется по той же причине, по какой иногда сканер светит вместо полосы точкой. В принципе, да, природа у этих явлений примерно одинаковая. Если у нас в том случае слетело зеркало, то в данном случае нужно внимательно, выключив сканер, посмотреть, собственно, считывающий элемент сканера и удостовериться, что никакие механические части не мешают ему работать. Что это может быть? Это может быть какая-то уплотнительная резинка, которая попала в поле зрения и мешает считыванию. Это может быть какой-то кусок корпуса, может быть какая-то пленка. А может быть просто у вас на окошечке сканера осталась грязь, или попали жирные пятна от пальцев, или еще какая-то грязь сюда налипла, которая мешает сканеру работать. Еще одна частая неисправность, с которой мы часто встречаемся, это беспричинное отключение сканера. То есть пользователь работал со сканером, все сканировало, все было как нужно, ошибок не возникало, и вдруг сканер выключился и не включается заново. Ну, тут такого рода ошибка, как правило, говорит практически о 100% выходе аккумуляторной батареи сканера из строя. Этому недугу подвержены, конечно же, только беспроводные устройства, которые работают на автономном аккумуляторе, и пришло время поменять аккумулятор. Аккумулятор служит обычно от 1 года до 3 лет. Если ваш сканер прослужил, например, уже 5 лет, и такая проблема, или уже появилась и начинает давать о себе знать, конечно, просто купите новый аккумулятор, и сканер прослужит вам еще довольно долгое время. Еще одна интересная ошибка, с которой мы сталкивались, заключается в том, что штрихсканер перестает считывать коды. То есть штрихсканер, например, работал с стандартными какими-то штрихкодами, работал, 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 и перестал на них реагировать. Мы сканируем, а сигналы в успешном сканировании мы не получаем. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, какие-то проблемы с прошивкой сканера. Или закрался какой-то программный сбой, и что-то работает неправильно, или у нас с вами прошивка была повреждена, или неудачно была попытка модифицировать эту прошивку. Для того, чтобы этот вопрос решить, нужно просто перепрошить сканер. Иногда достаточно просто его включить-выключить, перезагрузить устройство, с которым мы работаем, и все начинает работать. Если это не помогает, то да, перепрошиваем сканер. Еще один интересный факт, с которым мы сталкиваемся, это появление, собственно, вот этих вот проблем при покупке сканера. Иногда пользователь выбирает сканер, долго анализирует его характеристики, и видит, что нужный стандарт штрихкода среди поддерживаемых в списке есть. Если он покупает сканер, и начинает пытаться сканировать этот штрихкод, он видит, что штрихкод не сканируется. Почему такое может произойти? Все довольно просто. Ту информацию, которую указал производитель на официальном сайте, он получил, исходя из-за того, что используется последняя прошивка. А прошивка на конкретном устройстве могла устареть. И магазин, который продает этот штрихкод, или не планировал его обновлять, или не успел обновить. Вы покупаете сканер со старой прошивкой, и этот сканер с нужным стандартом не работает. Ну, в этом случае просто обновите прошивку, и все будет в порядке. Довольно распространенной поломкой является то, что у сканера ломается кнопка действия. Кнопка действия – это основная кнопка сканера, которая, в принципе, и позволяет нам быстро и уверенно с ним работать. Кнопка действия может сломаться от выхода ее ресурса, или из-за того, что просто оператор с ней неправильно работал, и там со злости очень сильно, например, на нее нажал, или, например, попал туда вода, или что-то такое произошло. Как это починить? Ну, в принципе, так же. Опять у нас есть сама деталь, которая могла сломаться, или механическая часть, которая могла отвалиться. В механической части соединенные провода или пайка или что-то подобное. Для того, чтобы понять, что произошло, мы аккуратно раскручиваем сканер и смотрим, что произошло с кнопкой. Если, очевидно, отвалился провод или кнопка вылезла из платы, это, в принципе, довольно быстро устраняется. Если нет, то можно попробовать просто заменить эту кнопку на новую. Кнопку можно взять с любого нового сканера или попробовать найти в каком-нибудь компьютерном магазине или на радиорынке аналогичную кнопку, которая подойдет по характеристикам и размерным показателям. Ну и напоследок мы оставили одну такую интересную ошибку, которая, в принципе, не ошибка вовсе, а, скорее, неправильный настройка сканера. Но иногда наши клиенты на это очень сильно жалуются и не понимают, что с ним сделать. Ситуация простая. Вы подключили сканер, вроде бы все настроили, начали сканировать. И вдруг у вас, например, после успешного сканирования вылезает лист на печать. Почему это произошло, вы не понимаете. Сканируется еще раз, опять у вас что-то распозналось, опять вылез лист на печать или нажалась кнопка Enter или нажалась любая дорогая кнопка. С чем это может быть связано? Сканеры поддерживают так называемые префиксы и суффиксы. Префикс – это действие, которое выполнится до сканирования, суффикс – это действие, которое выполнится после сканирования. Это делается для того, чтобы, когда вы, например, сканируете какую-то информацию, ну, пускай в тот же блокнот или в какой-то список, или там забиваете данные в программу и вам нечем или неудобно нажать на кнопку Enter на клавиатуре, и, в принципе, это лишнее действие, автоматика сама это сделала. Так вот, если вы купили сканер со стоковой прошивкой и там зашито какое-то нестандартное действие, которое не характерно для нашего программного обеспечения, то вы можете столкнуться с этой проблемой. Как это исправить? Ну, исправить очень просто. Открываем панель настройки сканера, ищем, что там неправильно запрограммировано, и записываем ту кнопку, которую нам нужно, или удаляем эти суффиксы и префиксы вовсе. И тогда сканер будет исправно работать. Вот, собственно, и все, что мы хотели рассказать про поломки сканеров и о том, как их, в принципе, относительно легко можно устранить. Как видите, большинство поломок решаются и устраняются довольно просто. Это может сделать любой пользователь, который обладает должной аккуратностью и внимательностью. Если ошибка более сложная, это тоже, как вы видите, можно починить. Но если совсем плохо, можете обратиться к специалистам. Хотелось бы отметить одну вещь, которую мы не сказали выше. Она касается программного обеспечения. Если вы меняете программное обеспечение, а сканер у вас был уже настроен на определенные действия, или настроен для работы в определенной системе, не забывайте, что после перепрошивки все эти настройки слетают. Если у вас нет опыта в самостоятельной настройке, вы можете попасть в не очень приятную ситуацию. Поэтому, если вы работаете с программным обеспечением сканера, и там вновляете его, перепрошиваете и прочее, то будьте готовы к тому, что в стандартном режиме сканер не будет работать так же, как это было настроено у вас до этого. Обязательно пишите в комментариях, описывайте случаи, которые были у вас, или пишите проблемы, которые наблюдаются с вашим сканером, и которые мы могли бы помочь вам решить самостоятельно. Всем пока, ставьте лайки и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok